В эфире программа «Вопрос дня». Здравствуйте, меня зовут Наталья Данина. В Хакасии на новый этап вышла подготовка к юбилейному празднованию Дня Победы. Сегодня подробнее об этом поговорим с заместителем министра труда и социального развития Республики Владимиром Чебодаевым. Добрый день, Наталья. Владимир Петрович, расскажите, пожалуйста, какие сейчас работы первостепенные, чем сейчас занимается министерство, на каком этапе подготовка к юбилейному празднованию? В этом году у нас состоялось первое заседание в январе месяце под руководством губернатора Республики Хакасия Валентина Олеговича Коновалова. Значит, данное совещание проходило в рамках комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению 75-й годовщины празднования Дня Победы Республики Хакасия. То есть, вот прошло совещание, обсудили уже определенные этапы, да? Скажите, а сколько в нашей республике сегодня проживает участников Великой Отечественной войны? Я знаю, что эта цифра меняется буквально ежедневно. На сегодня у нас на территории Республики Хакасия проживает участников и инвалидов Великой Отечественной войны 126 человек. Также у нас есть жители Малаканного Ленинграда, то есть их на сегодня 26 человек. Также есть узники концлагерей, их 22 человека. Труженики тыла у нас 2263 человека. Также члены семьи погибших и умерших, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, их у нас на сегодня 933. Знаете, все цифры наизусть. Наверняка все эти категории, все эти граждане будут охвачены особым вниманием, правильно? Какая-то определенная работа уже запланирована именно для этого? Да, то есть на сегодня им будет в рамках празднования 75-летней годовщины будет единовременная выплата, то есть в размере 5 тысяч. Под нее попадают следующие категории граждан, это ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и блокадники. Им по 5 тысяч рублей. Значит, для тружеников тыла и членов семей погибших в Великой Отечественной войне по 1000 рублей. И также для одной категории, это дети войны, то есть на понимание, дети войны это те, кто родился с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года. Им также будет единовременная выплата в размере 1000 рублей. Это республиканская, я так понимаю, да, мера поддержки? Вы совершенно правы. Владимир Петрович, а я еще знаю, все федеральные средства массовой информации уже рассказали о том, что участники Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы в этом году единовременную выплату получат в размере 75 тысяч рублей. Есть еще какая-то выплата? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Владимир Владимирович Путин, наш президент, на встрече с некоммерческими патриотическими организациями в городе Санкт-Петербург обвел о своем желании выплатить в рамках юбилейной даты по 75 тысяч рублей ветеранов Великой Отечественной войны и приравненным к ним категории. И по 50 тысяч это труженикам тыла. Ну, на данный, на сегодня мы пока не знаем механизм, откуда будет финансирование, то есть и... Как оно будет проводиться, да? Да, то есть каким образом это все будет произведено. Мы ждем, а как только будет какая-то подробная информация, мы обязательно осветим средства массовой информации. А я так понимаю, что ни республиканская, ни федеральная выплата, они не потребуют никаких дополнительных заявлений, да, дополнительной какой-то работы от этих категорий, которым она предполагается? Скорее всего, это будет просто сразу же перечисление, то есть это не заявительного характера. Мы, в принципе, всех знаем, все стоят у нас на реестре, поэтому... Как вообще работа в Хакасии ведется по тому, чтобы, ну, скажем так, жизнь была более легкая для этих категорий? Какие еще льготные меры для них предполагаются? Также мы предусмотрели в рамках комплексного плана по проведению и подготовке следующее, значит, мероприятие. Это ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны, ну, иным категориям. То есть в этом году мы планируем где-то провести ремонт у 80 человек, то есть сумма будет материальной помощи до 50 тысяч. То есть, ну, у каждого человека индивидуально, поэтому у кого-то обои наклеить, у кого-то еще что-то сделать. То есть максимальная сумма... Это для тех, кто одинок или независимо от того, с кем проживают? Независимо. То есть все равно, то есть это уже пожилого возраста граждане, то есть в большой массе они проживают со своими членами семьи. Поэтому мы будем оказывать и такую вот помощь. Какие еще меры поддержки? Ну, хотел бы добавить, что вот в рамках этого комплексного плана, то есть расписано каждому министерству ведомства определенное мероприятие. То есть то, что в наших рамках я уже рассказал. Вы рассказали. Да, то есть то, что идет в рамках других ведомств, ну, я думаю, коллеги, наверное, дополнят мои совминения. Общественность еще разбудоражена инициативами главы государства, которые направлены на поддержку семей с детьми. Как раз там предполагаются тоже большие выплаты и выплаты и в рамках материнского капитала, и для тех мамочек, которые занимаются воспитанием детей. Раньше это был один возраст, сейчас это другой. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее сегодня. В рамках послания президента Федеральному собранию Российской Федерации Владимир Владимирович ряд поручений правительству Российской Федерации о поддержке семей с детьми, а также материнский капитал. Ну, также хотелось бы отметить, что данный механизм пока неизвестно, каким образом будет финансирование, то есть кто попадет, скажем, в категорию тех, которые будут получать эти меры поддержки. Ну, буквально информация прошла, что на заседании комитета по социальной политике при Государственной Думе Российской Федерации, о том, что они постараются максимально быстро рассмотреть, и, скорее всего, это будет март-апрель, где на уровне Российской Федерации будут приняты или законы, или внесение изменений в закон, где уже будет прописан механизм, категория граждан, кто будет получать, и размеры, то есть и пособий, и также размеры материнского капитала. Поэтому будем ждать, как только также информация какая-то будет у нас, мы оперативно на своем уровне примем все нормативно-правильные документы, и будем разъяснять в средствах массовой информации для жителей Республики Хакасия. А на сегодняшний момент как-то поддерживаются семьи с детьми в Республике непосредственно в рамках работы Вашего Министерства, Вашего Ведомства? Ну, мы ведем большую работу, то есть по поддержке многодетных семей. Значит, помимо всех выплат, у нас существует региональный материнский капитал, я думаю, мы входим в то число регионов, где остался этот материнский капитал, то есть здесь в размере 100 тысяч рублей, и также 200 тысяч для малых и отдаленных сел. Это при рождении третьего и последующего ребенка? Да, и последующего ребенка. А еще какие меры предусмотрены? Я знаю, что есть еще льготные. Выплаты на первого ребенка, то есть сейчас это 11 705 рублей. Также, значит, выплаты на третьего и последующих детей также будут у нас в размере 11 705 рублей. И сейчас еще есть такая федеральная выплата, это 450 тысяч при рождении третьего и последующих детей на закрытие ипотеки. Она уже действует на тех, скажем, ребятишек, которые родились с 1 января 2019 года. В прошлом году уже у нас количество семей не скажу, сколько, потому что все это проходит через кредитные организации. Среди моих знакомых есть, кто закрыл ипотеку вот этими 450 тысячами рублями. Эта мера с поддержкой у нас прошлого года действовала, и те, кто ей не воспользовались, они могут сегодня еще заявиться, прийти в министерство, в свое управление, скорее всего. Там их один из какой? Они должны иметь кредит, ипотечный кредит в кредитной организации. То есть они обращаются в эту кредитную организацию, предоставляют пакет документов, кредитная организация проверяет их, затем сдает документы, есть такое юридическое лицо, дом.рф, то есть затем дом.рф также проверяет весь пакет документов. Если все хорошо, то есть они перечисляют к кредитной организации эти 450 тысяч рублей. Владимир Петрович, большое вам спасибо за такую интересную и важную информацию, и я надеюсь, что мы встретимся с вами еще в марте-апреле, либо с вашими коллегами из министерства, и расскажем как раз более подробно о тех вопросах последних, которые мы сегодня обсудили. Большое спасибо за приглашение, Наталья, и до встречи. Я напомню, это была программа «Вопрос дня». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин